Девушки отдыхают Не только для россиян Дорогих Но в первую очередь Спасибо, Артем Так вот, меня зовут Роман Я главный редактор издательства Артем Габрелянов, генеральный директор издательства Собственно Мне, наверное, хлопать Может, не нужно Евгений Еронин, редактор И Алексей Волков, сценарист нашего проекта Который сегодня аналогично Я думаю, что мы Стартуем презентацию С того, что мы приготовили Да, сразу небольшая ремарка Друзья, по фильму Мэр Громченко доктор Мы говорить сегодня ничего не будем До свидания Хорошая, но предсказуемая шутка Я сам хотел так сделать Реально думал, что уйдет В половину зала Да, все будет сказано В субботу В час дня На главной сцене В зале номер один В этом зале, из которого вы сейчас зашли Я не рекомендую вам пропускать это событие Потому что Пропустив его Есть вероятность, что вы Приведите домой Лысый Потому что вырвете все волосы у себя на голове От обиды, горечи и злости То, что вы не были там А вы уже лысый Так что вам нечего терять Так что Можете не приходить Можете не приходить Если вы придете У вас от благоговения могут вырасти волосы Все, затянули Затянули Волосатую шутку Волосатые шутки издательства Баба Да, я думаю, что мы начнем нашу презентацию с контента Небольшой сюрпризик, о котором мы не говорили Который мы не заявляли В пресс-релизе Пригласительных Нашей новой командой По созданию видеоконтента Назовем ее так Мы подготовили небольшие Трейлеры к сериям наших комиксов Можете считать это первой ласточкой Нашего такого видеоразвлекательного подразделения Что из этого получится Узнаем позже Но сейчас вот Хотим вам дизернуть Небольшой такой контент Который вы увидите первым И последним возможностям Не понравится Мы их ударим просто потом Давайте свет вырубаем Издательство Пабл представляет Мы живем в кошмарном мире Мире, где царит древнее зло Зло из самой преисподней Но есть тот, кого боятся даже воды Мрачный истребитель демонов Наделенный магической силой И неукасающей жаждой мести За своих близких Имя ему Бесобой Издательство Пабл представляет Санкт-Петербург Культурная столица России И одновременно Самый опасный город страны Город, в котором появляется маньяк В маске чумного доктора Он убивает Нечистых на руку коррупционеров Тем самым Очищая город От чумы беззакония Но майор полиции Игорь Гром Берется за поиски преступника Однако он даже не догадывается Что ждет его дальше Издательство Пабл Представляет Обычный менеджер среднего звена Или наследник древнего рода Могучих войн Простой московский парень Или защитник страны Путешествующий во время Тусовщик Проживающий жизнь Или хранитель величайшего Артефакта всех времен Лишь ты Сможешь решить Какой будет Твоя судьба И лук Издательство Пабл Представляет Ника Чайкина По прозвищу Красная Фурия Самая талантливая воровка на свете Она работает в одиночку И не доверяет никому Однако вскоре Ее вербует секретная организация Которая ведет поиски Святого Грааля Артефакта невероятной силы За которым охотятся Самые безумные злодеи мира Сможет ли Красная Фурия И ее команда Отыскать Грааль Ронжа Позданных Издательство Пабл Представляет Все мы любим придумывать Увлекательные истории И представлять себя Их героями Ну что если некоторые из этих историй Больше чем выносят Что если свои литературные персонажи Способили проникнуть в наш мир И изменить Таинственный орден владеет волшебной печатью Под названием Эксидриум Защищая их нашу от их вторжения И что если во многом вековой конфликт Окажется в целом-то Обычная студентка А волшебная сказка Станет самым опасным приключением Издательство Пабл Представляет Земляне не исключительно опасным Вся галактика вечная И избавиться от них Ты сильный Ты наглая Рудистка И контрабандистка Огружилась на всякий объект И думаешь, что можешь угрожать нашей коалиции Алены Кузнецова, работающую дело На этот раз Тебе не удастся задержать Потому что за тобой будет охотиться Вся галактика Алены Кузнецова, работающая Алены Кузнецова, работающая Не переживайте, все Видеоконтент закончился Если это не заставит вас купить комиксы И прочитать их То я не знаю, что еще сможет заставить Честное слово В общем, для тех, кто, возможно, про нас не слышал И вообще не знает, какие серии мы опускаем Это была, сказать, краткая презентация того, что мы делаем Что мы делали в какой-то степени Наших серий Шести серий, которые выходили ежемесячно До 2017 года До конца 2016 года Все правильно Потому что вообще для нас комикон Сейчас мне нравится каждый раз Отчет о проделанной работе Каждую осень мы сидим здесь И рассказываем, что мы сделали сзади Как я провел этот год Натаили в закрома родины И собрали зерна На самом деле Вы там увидели Ссылку на сайт Bubble.ru И в скором времени Я могу Такой дизер небольшой Все тоже Рассказать вам Что У нас скоро Готовится обновление Нашего сайта Это будет очень удобный Красивый Интернет-магазин В котором можно купить Будет наши комиксы Какие-то эксклюзивные Принты Плакаты И все Все, что только пожелаете Что вы только захотите Там найти Все там будет И вообще погрузиться В мир российских комиксов Какой он есть Вообще Узнать все Что в нем происходит Да А вот эти вот Тизеры-трейлеры Они такие Первые ласточки Нашего Группы По созданию Видеоконтента И я надеюсь В ближайшем будущем Будут еще какие-то Интересные Штуки от них Или нет Я навожу интригу Такую Да Вот А тем не менее На Комиконе Мы впервые представляем Серию комиксов Бавл Второе дыхание Это Новое направление Которое стартовало У нас в начале 2017 года Собственно Старые серии Были перезапущены В рамках этого направления Да Они закрылись На 50-х выпусках И Мы начали выпускать Новые серии Которые стартуют Уже с первого выпуска Но являются Как бы логичным Логическим продолжением Предыдущих серий И при этом Идеально для новых читателей То есть Действительно Можно с нуля Попробовать Вникнуть в истории Персонажей И Собственно Сейчас На Комиконе Мы представляем вам Первые книги Этих серий То есть Они выходят с января Этого года И вот Первые сборники В прекрасном Твердом переплете Для любителей И коллекционеров Комиксов Здесь вот Выходят Флагманские Наши серии Это Наверное Не можно так делать? Да Получается Можно ли тебе? Нет Тебе нельзя положить Нет Очень классная штука Она так вибрирует Приятно в руке Честное слово Так вот Представляем вам Книги Второе дыхание Это Собственно Союзники Комикс Ну я думаю Евгений Рой нам расскажет Про него Лучше всех Он Текст прото Звучил А я Нет Ну конечно Союзники Союзники Можно считать Что это Своеобразный Сикл серии Красная фурия Но как бы Читать ее Можно Совершенно Спокойно С первого Выпуска Точнее Даже С первой Книги Это такая Если из красной фури Она была Таким Шпионским Веселым Ярким Боевиком То этот Комикс Он больше Похож На такой Мрачный Тягущий Психологический Триллер Но тоже Шпионский Тоже естественно Фантастический Здесь Герои Оказались В самом Ужасном Положении И приходится Постепенно Собирать себя По частям Чтобы снова Противостоять Злу Главная героиня Ника Чайкина Собирать по частям Уже к сожалению Не сможет Но У нее есть много Друзья Чертный юмор Да Немножко Да Друзья Кратко Если сказать Если вам не нравилась Красная фури По подачу По стилю По юмору По жанру То Союзники Это полная Его противоположность Совершенно Новая серия Действительно Совершенно Новая Аферская команда Но с теми же героями Да Потому что Жизнь многогранна Бывает же И веселые Светлые Мои моменты Бывают черные Те же герои Открывают себя Совершенно Новых сторон Отрываются Себя Ладно Они открывают Совершенно Новые грани Своего характера Они внезапно В этом комиксе Гораздо чаще Начинают общаться Люди Которые Возможно Раньше Не контактировали Здесь появляются Совершенно Новые персонажи Совершенно Новые Необычные Ситуации В общем Это стоит Прочитать И занимается Им команда Которая стала Известна Делая Комиксы Слиблю Это Сценаристка Наталья Диова И художница Алина Ерофеева Да И разумеется Если вы видели Наш тент Он находится Совсем рядом С кинозалом Там собственно Будут сидеть Все создатели Всех Вышеупомянутых Сегодня комиксов Мы переходим Тем временем К комиксу Би собой Одной из Лагманских Линей издательства Который Не сменил название Но получил Нумерацию С 0 опять Да Второе дыхание И собственно Команда И сценариста Алекса Хачета Художниц Анастасии Фобс Ким И полариста Лада Акишиной Творит настоящие чудеса В этом комиксе Мы очень гордимся тем Что эта команда Работает с нами Эта история Действительно Доступна Для чтения Для новых читателей Там все прекрасно понятно И опять же говорю Что мы представляем Новое издание В твердом переплете Еще одно Из наших Постоянных Классных серий Вот Я не буду рассказывать Вам сюжет Потому что Би собой Вы видели в трейлере Что это за парень И скажем дальше Комикс Еще больше углубляет Всю мифологию Этой истории И я думаю Что вам будет приятно Просто прочитать Эту историю Да Чем хорош Би собой То что там Вот авторы Реально Очень сильно Глубоко Погружаются В Вот в эти Все штуки Демонические И сами там Разводят Какие-то Обряды Шучу на самом деле Действительно Очень-очень Очень-очень Хорошее знание Мочасти То есть Алекс Хачет Он дикое количество Книг Перечитал На эту тему Я уверен Что может Реально сам вызвать Сатану Если захочет Потому что Знать все Абсолютно про Увидев в этом комиксе Нашего Сатану Вы сами захотите Его себе вызвать Давайте На этом Перейдем К следующей серии Это Игорь Гром Вам наверное Знаком Такой персонаж Как майор Гром Возможно Так вот Ввели новое звание Теперь Игорь Да Собственно Между Можем Повышение От майора Собственно Это тоже история О сломленном Человеке О том Как Величайший герой Потерял все Что у него было И Включая Звание майора Полиции Да Это название Понятно Артем На всех случаях Так вот И эта серия Тоже обрела Своё второе дыхание Она стала Намного мрачнее Запутаннее И Прямо сейчас Вы опять же Можете оценить Первый томик Сценарист Алексей Замский И художник Наталья Заидова С удовольствием Рассказывают историю О действительно Мрачном Санкт-Петербурге В котором Возможно Даже самые Тёмные Таинственные Дела Здесь можно сказать Что как бы Детективный элемент И экшен Конечно сохранились Но упор теперь стал На Такую мифологию Петербурга Его городские легенды И то как они могут Быть между собой связаны Очень интересны То что кажется Одновременно Немного фантастическим В то же время Но абсолютно реальна Теперь продолжим С самой легкой Я бы сказал Линейки нашего издательства Единственная легкая Единственная легкая Ну книжка кстати Тяжелее чем все остальные Она В ней больше страниц Просто Так вот Мироходцы Это команда Такая веселая история О приключенцах Попаданцах Да как говорил часто О людях Которые путешествуют Между различными мирами И защищают их От Всяких фантастических богов Это история С юмором Она Но и тем не менее С интересной мифологией Главный герой Комикса инок Андрей Радов Уже перестал наконец Страдать Мучиться Что он делал На протяжении долгих номеров И теперь просто Получает удовольствие От жизни Убивая богов Убивая богов Тор Рагнарёк Думали почему так называется Конечно Вот Пишка вышла раньше Чем Тор Рагнарёк Так что Вы успели Ей Ура Так вот Дальше Также мы продолжаем Выпускать Как вы поняли У нас 6 Постоянных серий В месяц Ну вот Мы дойдем до того момента Когда их будет уже не 6 Но пока что 6 Так вот 6 постоянных серий Которые выходят Каждый месяц Они выходят Каждые 5 дней У нас выходит новый комикс Вот Это ли не чудо Аллилуйя Больше никто так не делает Только мы Так вот Серия Икс Либриум Вы видели трейлер Я ничего не буду говорить Выходит новый том От прекрасной авторской команды Продолжает оставаться Одним из лучших Российских комиксов По мнению многих Ну это Я не буду сам хвалить Наш комикс Поэтому по мнению Многие уже похваливали Вот И соответственно Космическая серия Метеора Евгения Я думаю Расскажет Опять же Лучше меня Алексей У нас До вас дойдет Очередь Алексей Конечно Не переживайте Метеора Ты из земли Ты наглая авантюристка Крутая контрабандистка У которой классная команда Там космический хомяк Зиги Огромный лев Пуш Они вместе Выполняют Самые сумасшедшие задания А еще Это Это То Он как бы представляет Новую авторскую команду Комлекса Мы тоже решили сделать Такое Легкое Изменение Как бы Внешности серии Она стала более Ну если она была Веселая И безумная Но теперь она стала Как сказать Более такой Юмористической Возможной И легкой Но в то же время Как бы в ней Все равно решаются Те же самые проблемы Потому что у нового автора Есть чувство юмора В отличие от нас Судя по этому Разговору Да Поэтому если вам Не хватило шуток На этой презентации Или даже шуток Не хватило в комиксах наших То в принципе Большая часть шуток Они как раз здесь И конечно Здесь есть Помимо них Еще и Экшен И даже драма И даже Про отношения драма Еще больше драма Да Опять же Новые интересные персонажи Новые интересные миссии Рекомендую Это не еще Да Аллилуйя Вот И плавно Мы переходим К двум новых проектам Которые мы Приготовили К Комикону А у нас нет их С собой Так что просто Придется смотреть Но они есть у вас Друзья Рурналисты Да Для вас они Открыты А может Спасибо большое Спасибо Чтобы пожертвовали Свои Мы же не отдадим Своих моментов Так вот Друзья Мы запустили Две новых Ежемесячных серии И мы их представляем На Комиконе Сейчас вам Не только вам Всем желающим Кто Кому интересно Вообще Хоть сколько Российские комиксы Это первый наш проект Это серия Крутиксы С расшифровкой Крутые комиксы Мы долго думали Это так хорошо Пробуют Да Тут даже написано На обложке Артем Так вот Что такое Крутиксы Во-первых Это журнал Мой плюс Это детский проект Которым может Одинаково Наслаждаться И взрослые Дети Там еще Классный плакат Смотри Да Супер Да Все ладно Так вот Это Зверята Супергерои Из наших комиксов Там самые разные Персонажи Серии Метеора Майор Гром Без собой Персонажи Которых породил Мой Воспаленный мозг Динозавр Бронированный Да Космический Хомяк Акула И Все самые лучшие персонажи Артема Кабрианова Собраны в этом комиксе И кот Ночной кошмар Да Собственно Все сам И при этом Это комикс С маркировкой Ноль плюс Это действительно серия Которая будет делать Сразу очень много Талантливых художников Многие из них Представлены Али авторов Кто-то будет На нашем стенде И так далее Я надеюсь Что все вы захотите Приобрести Возможно оценить Историю Которую Действительно Доступна Для всех поколений Да Самое крутое Что в этом Комиксе Есть Не только Поучительные Какие-то истории Которые Но так же И всякие мини-игры Которые Кстати С трудом Проходят Многие взрослые люди У нас редакции Да У нас редакции Очень мало Кто прошел Лабиринт Да Потому что Был неправильно Нарисован Изначально Нет Ну ладно Да Отговорки 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 Так вот Журнал Крутикс Это один из Наших новых Проектов Которого Мы хотим Пускать Он действительно Будет ежемесячно То есть Будет выходить Вот такой Прекрасный Журнал Каждый месяц Можете покупать Его своему ребенку Своему внутреннему Ребенку Кому угодно Можете покупать Чужому ребенку Внешнему ребенку Можете покупать Тоже Да Так вот И дальше Мы переходим К еще одному Нашему проекту Это серия Которая называется Легенды Баббл Это серия Не о нас Не о создателях Как вы могли заметить А жаль Мы очень скромные Чтобы пока Называть себя легендами Пусть это делают Другие люди Так вот Что такое Легенды Баббл Это целое Новое направление В рамках Серии наших комиксов Легенды Баббл Расскажут истории Из нашей вселенной Которые Могут в ней Случиться Когда-то случились Или произойдут В будущем Собственно Легенды Баббл Это безграничный Простор Авторской фантазии И поэтому Я надеюсь Эта серия Тоже будет выходить Ежемесячно У каждого сюжета Будет новый сценарист И новый художник Каждый раз новый Старых мы убиваем Спасибо, Артем И персонаж Собственно Заглавный персонаж Каждого нового сюжета Будет новый То есть Это серия Без постоянного Авторского состава И без постоянного Состава персонажей Короче Это один Большой дикий Эксперимент Который мы сделали А, я забыл Достать комиксы А тут плакат А че мы так Прессе Мы любим вас Очень сильно Это надо было Говорить мне на микрофон А, ладно Так вот Вот этот комикс Он уже первый номер Вышел Первый выпуск Посвящен Очень важному Персонажу Во вселенной Бабл Но для начала Мы расскажем Что у нас еще вышла Книга И Артем И автор Расскажет о ней Лучше всех Я думаю Да Это Книжка Переиздание Книжки Штурм Берлина Которую мы выпустили Два года назад Юбилею Победы Да Победы В Великой Отечественной войне В этом Переиздании Добавлены Многие Новые сцены Какие-то страницы Которые По тем или иным причинам Мы не успевали Сделать К памятной дате Поэтому Вот сейчас У вас есть возможность Посмотреть И прочитать историю Так Как она была Задумана В изначальном виде А в целом Для тех Кто вообще не знает Что это за книга Я все-таки Прости Я понимаю Но наверное Это про то Как дед Инока И дед Майора Грома Сражались во Второй Мировой И шли на Берлин Их так же Собственно и зовут Андрей Радов И Игорь Гром Да Собственно Это Так сказать Как это модно Графический роман Вышел Два года назад И вот сейчас Тираж Закончился И мы сделали Новое пересдание Потому что Идеально Эта история Отображает то Что мы хотели Рассказать В серии Легенды Бабу Собственно Она рассказывает О истории Из прошлого Которая связана С персонажами в нашей вселенной И вот поэтому Она удостоилась Такого переиздания С новой обложкой С классной историей И надеюсь Что она вам понравится Я пока писал Этот сценарий Я чуть не расплакался В конце Честное слово Ну и вы тоже Вот А тем временем Мы переходим К действительно Именно истории Легенды Бабу Первый выпуск Который вышел сегодня Поступил в продажу И я думаю Наконец-то Настало время Дать Алексею Волкову Слово Ну Человек Он уже просто Заждался Заждался Да С этого слова Первая серия Легенды Бабу Черный пес Посвящена Собственно Одному из самых Популярных Тростепенных персонажей Серии Без собой И охватывает Четыре десятилетия Его долгой жизни Начиная с 70-х Через 80-е 90-е Нулевые годы И фактически Это Первый в истории Русских Мэнстримных комиксов Любовный комикс Романтический Но при этом Разумеется Там есть место И магии Есть место И всяким Разным Интересным происшествиям И каким-то Историческим деталям Поскольку Черный пес Является представителем Так скажем Неформального мира То есть мы тоже Проходим экскурс Через культуры 80-х 80-х И таким образом Получаем Более широкую картину Вселенной Баббл То есть она теперь Не ограничена Только какими-то точками Она проходит Через практически Всю историю страны Я думаю Даже можно сказать Что мы получаем Авторский комикс В рамках Вселенной Баббл И вот это Очень здорово За рисунок Отвечает прекрасный Художник Ветеран Андрей Леонидович Васин Настоящая легенда Баббл Я бы так сказал В честь его серии назвали Человек который стоял с нами У самых истоков Человек который до сих пор В строю Перекрывает нам эти истоки Не дает дорогу молодым Давай перестанем шутить У меня такое ощущение Что все только злятся Когда мы так Возможно 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 Я согласен Но Если мы перестанем быть собой Тогда Хорошая мысль Да? Нет А Хорошо Так вот Что еще Как вы видите В этом году Мы опять же Поучаствовали В организации Комикона Мы собрали Прекрасную аллею авторов Привезли Западных художников Марвел Джима Ченга Питера Нгуена Собрали просто Хороших людей Надеюсь Что вы оцените Действительно Хороших российских авторов И тем не менее Не Отходя далеко От темы Легенды Бабл Я думаю Что мы можем сделать Несколько анонсов Которые будут интересны Для читателей комиксов И Просто людям Которые любят Нашу вселенную Вот Это некие тизеры Того Что будет дальше В сериях Легенды Бабл А каким конкретно Персонажем Она будет посвящена Вот Что ждет нас После Черного Пса Да И Следующий слайд Евгений Расшифруйте нам Пожалуйста Если вы еще Не знаете Кто это То этот персонаж Как раз Появляется Впервые В новом томе Серии Метеора Те кто читают Ежемесячно Нужно Должны быть Наверное Хорошо С ним Знакомы Это Представитель Расы Вейлан Он капитан Собственной команды Катармандистов Которые становятся Конкурентами Команды Метеоры Этот персонаж Стал Муж сказать Любимцам У читателей И мы решили Что ему Стоит дать Собственной сюжет Ими Собственной сюжет Ими Да Не знаю Можно ли Спойлерить Наверное Те кто еще Не читал Те кому Еще представить Почитайте книгу В ней В самом конце Ему Дается имя Этого героя Для вас Пока это Комикс Про неизвестного Инопланетянина Который Отправится Возможно О его первом Путешествии Слишком много Несеки На видео Слишком много А сценарист Анна Булатова Художник Таисия Макаревич Представит Эту прекрасную Историю Которая тоже Выйдет В рамках серии Легенды Бабл Да Думаю так И еще Один Тизер Я думаю Что следующий сюжет Тоже один из персонажей Легенды Бабл В комиксе Игорь Гром Есть история Про его напарника Полицейского Дмитрия Дубина Которую Рисовал Артем Безяев И вот лично же Артем Безяев Прекрасный Питерский художник Будет Иллюстрировать И писать При этом Историю Новую историю Приключений Полицейского Димы Дубина И это еще Не все Тизеры На будущей серии Для некий Легенды Бабл Потому что В конце Книжки Штурм Берлина Есть Тизерная страница Да Но ее вы увидите Только в книжке Потому что слайда У нас нет Так вот Друзья Пока что Я думаю У нас еще есть Немножко времени Я думаю Что мы Выслушаем ваши вопросы А давай Разыграем Наши хардковеры За лучшие вопросы Ну да Давайте Оживим аудиторию И Четыре лучших вопроса Получат по одной книжке Правда здорово будет? Ну это должны быть Очень хорошие вопросы Там А да Хорошо Все поняли Записано Записано Вот друзья Если у вас есть вопросы Кому-то передать Микрофон стоит Ответом Дмитрий Шитлев Угромания У меня вопрос По тизерам Почему В тизерах Использованы Как сюжеты Так и изображения Из первых ранов серии Они ведь с тех пор Изменились Ну Ну собственно Изменились И оригинальные раны Даже в рамках Оригинальных ранов Они росли И шились И вглубь И везде То есть То что было в начале Совершенно не эквивалентно Тому что стало потом Почему В тизерах Именно Первые раны И первые арки Я полностью согласен с вами Дмитрий Дело в том Что эти трейлеры В первую очередь Предназначены для людей Незнакомых вообще С комиксом Абсолютно И поэтому Чтобы заинтересовать Мы начали с самого начала То есть Если вы посмотрите Там первая Даже разложка Первого номера Которого вообще Уже больше нигде не найти Она как бы Наводит на мысль О том Что этот контент Сознан исключительно Для зрителей Для читателей Которые незнакомы С серией И хотят Познакомиться с ней Захотят познакомиться С ней после просмотра Ну вы согласны Что вы с тех пор Прям выросли 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 Естественно Я вот на 2 сантиметра Вырос На самом деле Да Я полностью Согласен Но это немножко Не на то аудиторию Рассчитан На этот Виоконтент У нас будет Контент Который будет Рассчитан И на наших Уже Читателей И преданных И Но нам надо Как-то развивать Расширять Свои границы И Хочется Новую аудиторию Тоже привлечь И поэтому Вот мы сделали Такое Да Наша политика Следующая Наши книги Не исчезают Из продажи Они допечатываются И доступны Для всех Поэтому Это Трейлеры Для тех людей Которые Хотят Узнать О чем Вообще Вот это О чем Вот эта Серия Вот Я думаю Что К нынешним Сериям Мы привлекаем Собственно Выпуская Вот Первый Там А В твердом Переплете Как бы Заминентное Событие Это как раз Дождевого Рекламирует Наши Следующий Этап А наш Самый Первый Этап Ну естественно Тоже Нужно о нем Напоминать Именно так Вот давайте Еще вопрос А можно Еще Можно микрофон В зал Попросить Один Если А то Давайте Отдадим Спасибо Семен Даниил Богдин У меня вопрос Ну вот Вы заявили То что Вас появилась Круппа Которая Делает Видеоконтент А вы планируете Каким Синфекционным Проектом То есть Фильм Тут же Есть Прекрасно Увидимся Мультфильм Ну это совсем Совсем Из другой Области Все таки Люди Которые Делают Видеоконтент Они же Не аниматоры Но Мы уже Говорили Неоднократно Что у нас Есть желание Залезть во все Сферы творчества В том числе И в мультипликацию К сожалению Пока у нас Нет Достаточных Ресурсов И людей Самое главное Которые могли бы Все это делать На должном уровне Потому что В России Вообще Очень все Тяжело С анимацией То есть У нас Есть Максимум Две Очень хорошие студии Которые делают Хороший Качественный Контент Анимационный И они работают Исключительно На себя И для себя Поэтому Тут либо Прибегать К каким-то Зарубежным Коллегам Либо Растить Своих собственных Талантов И развивать Направление Как например Джордж Лукас Сделал Компанию Industrial Light and Magic Чисто для себя Вот я так чувствую На мою скорую До себя Тоже придется Это правильно Абсолютно Да Но тем не менее Как вы понимаете Мы тоже очень хотим Чего-то подобного Увидеть Если вас может Просить Передавайте микрофон Вот мужчина Давно руку тянет Яна А ты тут Яна Нет Нашего Пиар-менеджера Нет К сожалению Тут Либо А вот Мещина Серьез Извините Пожалуйста Что так Приходится Добрый день Всем присутствующим Кирилл Зарянов Сам по себе Самая лучшая Организация Это Это СМИ Сам по себе Или вы Сами Сам по себе Нет Вик Я не Представитель Очень Очень Спасибо огромное Уже записался К парикмахеру Побриться На лосо Потому что В субботу Буду отсутствовать Это Ну К сожалению На самом деле Работа заставляет Частично вопрос Был уже задан Но Я немножко Перефразирую Гром Сейчас Стал Ну Вернее Становится Полнометражным Фильмом Огромная Удача Вам с ним Искренне Очень ждем Есть ли Какие-то Планы По другим Сериям Так сказать Расширения Медиа Вселенной Бабу То есть Не знаю Видеоигры Настолки Которых у вас Уже две Может быть Станет больше Ну Изменная Мультипликация И так далее И если можно Еще пару вопросов Постараюсь быть Ваконичен Интересует Сан-Диаговский Комик-кон Как вам Там Собственно говоря Было Представлять Грома И Представлять Можно Свои комиксы Каковы успехи Если можно В паре слов Об этом Тоже Рассказать И Успехов вам В дальнейшем Очень приятно Что у нас Есть такая Огромнейшая Студия Которая Стоит Такие Прекрасные Комиксы Успехов И Искреннее Внимание Старый Спойлер Я вас Искренне Ненавижу За убийство Юрии Пчелкиной Спасибо Спасибо Сейчас Теперь Весь Зал Будет Ненавидеть Спасибо Очень приятно Слышать Такие Слова Если Они Искренне Я Принаплю Спойлер Старый Спасибо Большое Отвечая На Первый Вопрос Мы На самом Деле Пробовали Делать Видео Игру Этот Опыт Был Признан Неудачным Намик Первая Да Намик Естественно Именно Поэтому Мы Не Стали Упускать Даже В Широкий Прокат Я не знаю Как правильно Говорить Стали Релизить Игру Потому Что Мне Очень Нравится Ассоциировать Наше Все Видение Компании По Аналогии С Близзард То есть Близзард Знаменита Тем Что Во-первых Они Воруют Контент Делать Лучше Это Не к нам Относится Шутка Думайте Шутка Что Это К нам Не Относится Это Была Такая Шутка А Второе Близзард Никогда Не релизит Какие-то Свои Вещи В которых Они Не уверены На 100% У них Таким Образом Что-то Около Четырех Проектов Было Просто Пучено Под Нож Включая Недавних Титана Которые Ну просто Они Не уверены На 100% Что это Зайдет У нас То же Самое То есть Мы Очень Долго Делали Видео Игру Для Мобильных Устройств Бухли Кучу Заморозили Закрыли Давайте Скажем Просто проще Несмотря на то Что мы Действительно Стараемся Присутствовать Во всех Сферах И мы Будем Там Присутствовать В какой-то Момент Однозначно В первую Очередь Мы сейчас Сосредоточены На Комиксах И на Том Что вы Увидите В субботу Вот А это Вот Такое Это О том Что вы Конкретно Не увидите В субботу Да Но все Остальные Увидят В субботу В 13.00 На главной сцене То есть Все руки Сразу подняли Да Слушай Ну вообще А потому что Все думают Не будут говорить Про фильм А вот Сами завели Тему Давайте Уже Спросим Вот Что касается Второго вопроса В Сан-Диего Было классно Я купил там Футболку Все Действительно Большой отклик Получили От западной Аудитории Мы действительно Сделали Премьерную Показ Майора Грома На английском На Комиконе В Сан-Диего Было очень Много людей Были Люди Действительно Это зашло Для них Это совершенно Новый Продукт Да Самое главное Что к нам Подошло Огромное количество Людей После премьеры На следующий день Которые Хотели купить Фильм Непосредственно Носители У нас был Такой носитель Это вот Майор Гром Ultimate Edition Который мы Тут тоже продаем И было очень Приятно Что действительно Людям настолько Понравилось Что они Захотели купить Что-то действительно Большое Памятное Себе Именно себе Хотя в принципе Фильм лежит На ютубе То есть Как говорится Так победим Потому что Да Фильм действительно Всем понравился Давайте Следующий вопрос От людей Много Времени Мало А задерживать Мы не хотим Никого Здрасте Арутнян Татьяна Радио Энерджи У меня Такой вопрос Игорь Угорь Будет ли Второй выпуск И можно ли Его считать Легендой Бабу Я считаю Что учитывая Что у Игоря Угря Заканчивается Третий Тираж Его можно Считать Однозначной Легендой Бабу Иконой Иконой Стиля Бабу Вот Игорь Угорь Будет ли Продолжение Если честно Я считаю Что сиквел И портит Такие вещи То есть Что Мы не сможем Превзойти То есть Это будет Электрическое Бугало Просто Смотрите Вы заказали В ресторане Сет Ролл с угрем Вам он понравился Если вы закажете Второй То вы наверное Объедитесь Вам будет нехорошо Поэтому Заказать Что-то другое Да Возможно Не знаю Капибара Тамара Все еще ждет Свой собственный Сиквел Кабан Иван Капибара Тамара Какие там Касуля Юля Вот Лев-Лев Лев-Лев Мой любимый Да Но на самом деле Такой небольшой спойлер Есть шанс Что возможно Игорь Угорь Вернется в комиксы В каком виде До конца этого года Да Спасибо Спасибо большое За вопрос Игорь Угорь Если понимать Это наш шуточный проект Про Игоря Которого зовут Игорь Угорь И он типа Майор Гром Ну Нет Он вообще Не связан с Майор Гром Игорь Угорь Майор Гром Ни одно слово Не повторяется Все Давайте дальше Белобжевский Никита ВК-сообщество Комиксы и манго У меня вот такой вопрос Сколько ты еще Подписчиков Около Шестисот сейчас Шестисот тысяч Круто 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 Вот И собственно Давайте поднем Артем Мы не будем Давайте книжку За лучшие вопросы Прекрасить Там поменьше Чуть-чуть Там Пятьсот Шестьдесят Я давно Эти комиксы Комикс Инак У него вообще Была очень Нелегкая Тяжелая Судьба Он Комиксы про Попа Как нам Говорили Вырос РПЦ Головного Мозыка Как нас Чем Нас только не обвиняли Да Вырос В комикс Про путешественника По мирам После этого Это была И В какой-то степени Супергеройская серия Фэнтезийная серия В общем Через что только Не прошел И серия И сам персонаж Поэтому Вот сейчас Это Новый виток Эволюции Это действительно Что-то новое Для персонажа Потому что Персонаж устал страдать И я думаю Что с какой-то момент С ним же устали Страдать и читать Но в первую очередь Как я считаю Это связано с тем Что все остальные серии У нас довольно мрачные И как бы Нам надо Какой-то баланс держать Тоже между Ангстом Безысходностью И Веселым Позитивным комиксом Потому что Раньше за это отвечал Например Комикс Красная Фурия Сейчас Это такой мрачный Суровый комикс Есть теория Что борода Андрея Радова Перешла Игоря Громова А с ней Собственные страдания Да Собственные все страдания Спасибо за вопрос Давайте следующий Здравствуйте Учитель Станислав ОТР Если позволите Вернемся Правильно говорить ОРТ Шутка 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 Поверите Не первый Кто так шутит Серьезно Если позволите Вернемся К Бабл Студиос Я смотрел Ваше интервью На Комиконе После представления Там Игорь Громова Вы говорили Что работаете С несколькими студиями Ведете переговоры Я хотел бы спросить Привели они К чему-нибудь Если да То где будет Происходить Рабочий процесс И есть ли В разработке Какие-то проекты Кроме Майора Грома Никаких комментариев Прямо того Что мы Находимся Все еще В процессе Обсуждения И Мы Встречаемся До сих пор С Очень серьезными Людьми Из Киноиндустрии Америки То есть Это все еще В процессе Поездки Никаких комментариев Больше Да вот Правда Серьезно Мы очень много Хотим вам рассказать Но к сожалению Суббота 13.00 На главной сцене И через полчаса Вот здесь же В этом же зале Будем Уже Уже нельзя Будем Будем Уже Нельзя Не про что Будет говорить Скрывать Вот Так что Спасибо Чуть-чуть Потерпите И прям Вот все будет хорошо Давайте Следующий вопрос Как я понимаю Экслибриум И Метеор Пока еще Продолжают Выходить В старом формате Извините Марья Катонавты Вот Как я понимаю Они продолжают Выходить В старом формате И Рядом С этими Хардами Будут Смотреться Несколько Некрасиво То есть Ожидать Что Скоро Будет И перезапуск Экслибриум И Метеоры Чтобы Их тоже Подогнали В хад Ну Смотрите Давайте В первую очередь Мы будем Ориентироваться На людей Которые Собирают Уже Одну серию Да И соответственно Мы будем Продолжать Абсолютно То же Что Комиксы Вот эти Будем продолжать Издавать В твердом Переплете А комиксы Старые Которые Уже Выходили В мягком То есть У нас Не будет Пятый Том В мягком Переплете И вдруг Шестой Стал В твердом И увеличенного Формат Вот это Действительно Неуважение По отношению Которые Мини-бусы Да Будут автобусы Открывать Такой формат По поводу Действительно Больших Твердых Изданий Большого Формата И объема Мы Не можем Сказать Что мы Об этом Не думаем Вот сейчас Как мы уже Упоминали У нас Откроется Сайт Bubble.ru И возможно Там будет Система Предзаказов И вот там Мы хотим Посмотреть Сколько людей Действительно Захотят Купить Большое Дорогое Издание Наших Комиксов Так что Все Можно ждать Пока Ничего Обещать Не будем Но Все впереди Еще Вопросы Здравствуйте Николай Черняк Комиксбуд У меня Такой вопрос Ваш Кроссовер Время Ворона Объединил Ну Соединил В себе Почти всех Человек Псонажей Вашей серии И хотелось бы узнать Можно ли ожидать Какие-то взаимодействия Между ними Может быть Вспоминания В будущих сериях А тут Пожалуй Время Включить Следующий слайд Ух ты В следующем году Ты прямо Как подгадал Парень Мы договорились Просто Закулиться Так сказать Так вот В следующем году Друзья Во вселенной Бабл Начнется Охота на Ведьм Я пока Не буду Говорить Что это Что это Означает И так далее Но да Это будет Комикс Спасибо Евгений В логотипе Уже есть Подсказка Да В логотипе Есть значительная Подсказка С кем будет Связан этот комикс Для конечно Наших читателей А всем остальным Просто стоит узнать Так вот В следующем году Во вселенной Бабл Начнется Охота на Ведьм Это Наш Финальный Тит Я хотел Вообще Закончить Презентацию А он Наверное Нас уже Сейчас И попросят Ее Скоро Закончить Да Да Закончить Давайте Еще Какой Ни вопрос А мы Должны Решить Кому Мы Отдаем Книжки Мне хочется Что-то Отдать Молодому Человеку Который Не придет Субботу Потому что Он Грустный Будет И лысый Еще К тому Добрый день Хотел Задать Вопрос По Каким Критериям Вы Отбираете Художников Издательства Находите Или Они Находят Вас Исключительно По Таланту То Вы Проводите Как Отбор Кастинг У Нас Диван Есть В офисе Да Нет Это Плохая Шутка Извините Нет Серьезно Мы Мы принимаем Ну Зато Все Посмеялись Видишь Как Блин Это Работает Нет Диван Вовсе Есть Действительно На нем Спят Те Художники Которые У нас Работают Потому что Очень Большие Дедлайны Поэтому Серьезно Это Очень Тяжелая Работа Так Вот Что Касается Приема художественной работы У нас Все Просто Mail Sobaka Bubble.ru И Ваше Портфолио Со С С С сами находим нас находят так что все зависит от способностей вот если давайте может какой-нибудь без последний крутой такой вопрос если есть такой мощнее нет ни у кого вопрос артем давайте задашь вопрос я на вопрос как нам удается быть такими классными столько всего делать и такими не смешными на самом деле если есть что-то одно то обязательно не будет что-то другого понимаешь как бы поэтому к сожалению я поэтому у нас поэтому наши конкуренты смешно весело шутят и у них все хренов с комиками нет виталик классный все давайте на этом закончим нашу презентацию мы сделали последний финальный анонс друзья у нас еще все дни у нас есть активности и здесь же в кинозале у нас будет презентация подразделения bubble visions это авторское произведение комиксов опять же в субботу в час дня на этой самой сцене в этом же зале пожалуйста приходите и не пропустите потому что вы рискуете потерять очень многое и только волосы нам надо быстро решить кому отдаем комиксы мне хочется подарить одну книжку девушке которая спрашивала про игоря угля это респект за знание матчасти поэтому подарим и мироходцы потому что тоже легкая веселая комикс значит игорь и грома мы подарим будущему лысому молодому человеку и еще две книжки про анимацию вопрос прямо прямо в сердце меня кто-то спрашивал про анимацию вопрос да 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 хорошо да мы с собой и одна книга кто 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 был лучшим из нас одна книга уходит вадиму да потому что он прекрасно обеспечил сегодняшнюю презентацию действительно спасибо держите серьезно без вопросов сработал человек она отлично спасибо четвертый год нас не подводит мы подводим его разве что спасибо всем мы будем сразу с вами поговорить вне этого помещения потому что на нашем стенде пожалуйста все у вас интересующее может быть там все спасибо большое увидимся другие и на других